Добрый вечер, спасибо всем, что пришли. Меня зовут Денис, я работаю над продуктом VK WorkMail и сегодня расскажу, как мы интегрировали почту в VK Teams. Для начала вводная задача. Собственно, что такое VK WorkMail? Это почта Mail.ru для бизнеса, но не SaaS решение, которое крутится где-то там на серверах VK в облаке, а версия, которая в составе on-premise инсталляции вместе с остальными продуктами, календарем, диском, мессенджером и, возможно, другими, устанавливается на оборудование клиента в его дата-центре под всеми возможными VPN-ами, контурами и так далее. Естественно, заказчиками таких решений обычно являются крупные компании, и крупные компании хотят от своих сотрудников как можно большей производительности, эффективности, чтобы им было как можно удобнее работать и зарабатывать деньги. И можно представить такого абстрактного менеджера этой крупной компании, который может иметь возможность выбрать какого-то контрагента в списке контактов, создать с ним легко встречу в календаре, по кнопке начать писать письмо, приложить какой-то файл из диска, данные об этом всем хранятся на серверах компании, все секьюрно, под контролем собственных специалистов ИБ, все классно. Но несмотря на то, что наши сервисы общаются друг с другом на бэкэнде, со стороны юзера все равно требуется какое-то определенное переключение между ними, и возникает вопрос, как мы можем нанести юзеру еще больше пользы, мы можем сделать суперап. Это приложение, которое выбирает в себя несколько сервисов, как, например, скриншот из App Store нашей почты. Больше, чем почта, действительно по вкладкам можно перемещаться между почтой, календарем, задачами, контактами и так далее. Все в одном месте, в одном контексте. Я сам этим пользуюсь, очень удобно. И примерно в таком виде это и уезжает на самом деле в OnPremise нашим клиентом. Есть два но. Во-первых, в этом варианте все еще никак не фигурирует наш мессенджер VK Teams. Это все еще отдельное приложение, и между ними надо как-то переключаться. И второе, на десктопе другая история. У нас там только приложение мессенджера. Все остальное существует в виде веба. Юзеру нужно самому как-то переключаться между вкладками, перекреплять их, менеджить их и так далее. Из этого всего мы приходим к задаче создания своего корпоративного суперапа на базе VK Teams. Мессенджер — это наиболее часто используемый инструмент для рабочей коммуникации. Так что именно он используется в основе нашего приложения. Это все сервисы, которые в него войдут. Но сегодня я расскажу только о почте, которую делала наша команда. В итоге у нас появляются первоначальные требования к нашей задаче. Нам нужно встроить почту в приложение мессенджера на десктопе и мобильных платформах. Нам нужно научиться взаимодействовать с другими компонентами суперапа. И самое веселое — дейлайн у нас через два месяца. Что ж, посмотрим, как у нас это получилось. Переходим к проектированию. Начинаем думать о том, как нам можно в теории реализовать эту задачку. Первый подход, самый очевидный, который приходит в голову — это нативная разработка. Наши разработчики наших мобильных и десктопных приложений реализуют полностью задачу на своей стороне. Пишут эффективный производительный код, специфичный для каждой платформы. Это поддерживает оффлайн-ферст методологию. То есть, если у юзера во время работы пропадает интернет, с закешированными копиями писем все еще можно взаимодействовать. И запросы уйдут, когда интернет снова появится. Звучит круто, но кажется, мы тут не успеваем по срокам. Если на мобилках у нас сервисы все еще как-то объединены и наработки уже есть, то на десктопе у нас голое приложение мессенджера и все остальное в вебе. Фронт работ большой, не успеваем, вариант там не подходит. Следующий вариант — упороться JavaScript. Фронтендер очень обрадуется интересной задачкой. Мы можем запилить приложение на электроне, на React Native. Звучит заманчиво. Очень круто будет смотреться в наших резюме. Ну и в принципе мы не с самого нуля начинаем, а у нас под руками есть полнофункциональное приложение веб-почты, откуда мы можем воспользоваться какими-то наработками. Но все еще проект очень большой, подводные камни неизвестны, и в сроки мы так точно не успеем. Следующий вариант — психануть переписать абсолютно все на Flutter. Совсем нереалистично. Да, все слышали про его плюсы, что написал компонент один раз, используешь на всех платформах. Модно, круто, интересно. Можно потом бесконечно ездить и рассказывать на конференциях об этом. Но, увы, страшно даже представить, сколько по времени и по деньгам уйдет переписывание абсолютно всей почты, вообще всего функционала, который нам нужен в SuperAP на новую технологию. Так что перейдем к финальному варианту, на котором мы остановились. Это WebView, технология, которая позволяет приложениям, грубо говоря, поднимать внутри себя вкладку браузера и открывать не какой-то веб-контент. Так работает авторизация двухфакторная, оплата, может быть, какая-нибудь реклама внутри мобильных приложений. И, на самом деле, этот вариант пришел к нам в голову самым первым. И мы знали, что он нам подойдет, потому что у нас, по сути, есть под руками веб-версия почты, которую мы можем использовать. Остается только допилить ее немного напильником, и мы, в принципе, укладываемся в наши сроки. Сразу же есть один минус. У нас тут, естественно, не будет никакого оффлайна, потому что во вкладке мы открываем, по сути, сайт, и если интернет не будет, он просто не загрузится. Но для нашего заказчика сейчас это не критично. С этим мы можем работать. Так что мы выбираем вариант WebView. Далее у нас возникает вопрос, какую именно версию почты в WebView нам открыть. Дело в том, что у нас параллельно существует несколько версий почты, чтобы поддерживать совместимость с как можно большим количеством устройств. И вот два варианта из этих версий нам подходят. Сейчас я про них расскажу. Первый – TouchMail.ru или просто Touch. Это легкая мобильная версия, которую уже сейчас можно увидеть в продакшене, если зайти на e-mail.ru с мобильного браузера. Ее главное отличие, что в ней поддержаны только самый базовый функционал. По сути, в ней можно только как-то просматривать, читать и писать новые письма. Это очень мало. И поэтому мы даже не брали ее вон-премис. Зачем, если у наших клиентов там есть приложение? Так что этот вариант как будто бы нам не подходит. Нам тут нужно доделать сильно больше. Но можно запомнить это в качестве плана B на случай как-то урезанного MVP. И второй вариант – это текущий продакшен e-mail.ru. Ее внутреннее техническое название – Octavius. Она уже давно используется в он-премисе. Давно используется нашими клиентами. Она содержит все фичи, которые мы за это время написали. Тут можно пользоваться фильтрами, тимизацией, еще разными другими штуками. Есть одно но с ней. По умолчанию на продакшене она открывается на минимальный вьюпорт, на котором она открывается. Это планшеты. Все, что ниже, мы, соответственно, переадресовываем в предыдущую версию Touch. Это вносит небольшое ограничение на нашу задачку, так как нам нужно все-таки на мобильных приложениях тоже работать. Но мы знали, что адаптивность, заложенную в архитектуру, просто не используется на данном этапе. И мы знали, что можем работать с этим и вернуть ее обратно. Так что мы выбираем эту версию. Она нам абсолютно подходит. Еще одним большим плюсом было то, что здесь используется онлайн-конф. Сейчас расскажу, что это. Это наша система конфигурирования приложений через так называемые фичи Flex. Тема вообще достойна отдельного доклада. Но сейчас я постараюсь кратко описать концепцию. И потом еще будет немного практических примеров. В общем, когда мы разрабатываем новый функционал, мы оборачиваем, грубо говоря, его в if и условия выносим в такой внешний сервис конфиг, в котором это условие можно очень легко менять через веб-админку, которая примерно так выглядит. И любые изменения, сделанные здесь, очень быстро доезжают в рантайм. Таким образом, мы можем делать отложенный запуск фич. То есть, например, предварительно выкатили какой-то функционал и включили его потом, когда готово. Включать функционал на группы пользователей, на целой инсталляции, что в случае он-премиса очень нам помогает на самом деле. В нем можно делать довольно сложные условия для включения каких-то фичей. И вообще, в целом, это помогает нам гибко настраивать нашу почту. Вообще, онлайн-конф разработан еще в Mail.ru Group в 2011 году. С 2019 он используется в почте. И наша версия, которая будет показана здесь, она на самом деле сильно допилена под наши нужды. Но основа, она выпущена в open source. По QR-коду вы можете пройти на GitHub, где она сияет во все свои 26 звезд. В итоге у нас появляется какой-то план, которому мы будем придерживаться. В VK Team нам нужно добавить таб с WebView. Внутри WebView открыть нашу версию почты. И все, что нам остается сделать, это адаптировать почту, чтобы она работала в качестве компонента SuperApp. Окей. Переходим к разработке. У нас формируется такой бэклог задач. Естественно, их было сильно больше, но я выбрал, сгруппировал и выбрал четыре самые основные, чтобы о них рассказать. Первое – это сделать такой режим WebView в почте. В общем, если мы вставим неадаптированную почту внутрь WebView, мы увидим вот такую картину. Сверху у нас хедер с перечислением всех проектов VK, переключение аккаунтов, логотип. Смотрится не очень круто, загрязняет наш интерфейс. И вообще сразу становится понятно, что мы не в SuperApp находимся, а перед нами открыли сайт, по сути. Все это нам нужно убирать, но чтобы убирать почту, нужно понять, что ее открыли именно внутри WebView. Мы решили это сделать через get-параметр. По сути, в приложении у нас из конфига получается URL почты, которую нам нужно открыть, и мы можем делать с ним все, что захотим. Мы добавляем туда get-параметр, и как раз-таки в онлайн-конфе мы можем на этот параметр завязаться и создать алиас, такое переиспользуемое условие. Потом это условие используем в конечных фичах, как, например, в хайдлога здесь и еще в огромном количестве других. И потом в коде через нашу внутреннюю библиотеку мы парсим фичи, получаем значение фичи, необходимой нам, хайдлога, и просто оборачиваем наш логотип в if. Вот в итоге что получается. Интерфейс уже заметно чище, и в целом, как мне кажется, больше похоже, что мы находимся внутри одного приложения. Окей, режим вебю сделали. Далее нам нужно синхронизировать цвет почты с темой мессенджера. Дело в том, что у нас изначально существует параллельно как бы две системы темизации. Первая — это внутри самого wacatims. Тут много тем, но на самом деле это различные вариации светлый и темный. И в почте, ну вы сами видите, очень разные оттеночки. Это так быть не должно. Почта и приложения всегда должны быть одного цвета, чтобы сохранять какую-то консистентность, ощущение суперапа. Причем именно цвет приложения должен быть первичен, потому что он основа для всего нашего суперапа. Мы можем по аналогии с предыдущей задачкой реализовать это через get параметр. Добавляем еще один, завязываемся на него алиасом, точно так же, как в предыдущей задачке. И онлайн-конф позволяет нам строить такие конструкции вида switch case. И мы просто вычисляем код темы, который нам нужно подставить пользователю, заоборотить. Этот подход, кстати, позволяет еще и нам динамично менять тему, когда мы решим включать пользователя в другую тему. Остается нам только поддержать оверрайт пользовательской темы через эту фичу в коде. И вот результат. Если в приложении у нас включена белая тема, почта тоже белая. Из темной версии приложения открывается темная почта. Все, что нам остается сделать, это отобрать у юзера возможность самому в почте выбирать тему, чтобы он не сломал всю нашу магию. Ну и все. Эта задачка сделана. Далее мы реализовываем взаимодействие с мессенджером. По определению, компоненты суперапа между собой должны взаимодействовать. И вот у нас есть такой кейс. Из адресной книги почты мы должны иметь возможность по кнопке написать сообщение, открывать чат с этим контактом. Окей. Мы можем сделать это через такую конструкцию EventBridge между приложением и WebView. Дело в том, что для каждой версии WebView на каждой платформе существует свой транспортный API, который при подгрузке контента в WebView можно подложить в Windows и затем внутри WebView при помощи функции из Windows отправлять ивенты в зад сообщение, которое я открыл. Мы использовали этот подход. Для начала абстрактным псевдокодом, как я описал, для начала мы определяем платформу, на которой мы, собственно, открыли, на какой версии WebView мы находимся, просто перебором возможных значений функции, через которые нам нужно отправить ивенты из Windows. Затем просто используем ее в нашем синглтоне бриджа и внутри интерфейса просто начинаем отправлять ивенты с дополнительной нагрузкой в виде юзерского имейла, с которым нам нужно открыть чат. Остается только обговорить API с VK Teams, какие именно ивенты они поддерживают и дождаться, когда они реализуют переключение вкладок у себя. Все работает, отлично. Реализовали мы взаимодействие нашей почты с мессенджером. Далее нам нужно адаптировать почту под мобильные устройства, так как нам нужно открываться не только в десктопе, но и на мобильных. Тут небольшой дисклеймер. Все уже тысячу раз слышали различные истории об адаптации, наверняка все знакомы с этим. Мы тут ничего нового изобрели, поэтому я просто покажу скриншот результата с небольшими комментариями по нашей теме. Во-первых, список писем. Нам повезло, что у нас уже был режим такого компактного отображения почты. Мы в итоге за основу взяли его. Компактные компоненты писем у нас остались. Лишнее мы вырезали через feature flex. И здесь еще header. Мы решили его поменять, сделали свой собственный легкий, потому что в старом было слишком много логики, и мы решили его не переусложнять. Окей. Далее sidebar. Старая версия sidebar не пряталась никогда с экрана. И тоже была сложная. Мы не хотели ее переусложнять. Этот компонент мы тоже сделали новый. Специально для мобильной версии, облегченный максимально. Там используется старый список папок такой же абсолютно. Он уходит полностью с крана, возвращается обратно по иконке бургера классическим. И нам в суперапе не нужны виджеты. Мы оставили только переход в адресную книгу, которая нужна была заказчику. И еще забавная история касательно кнопки обновить страницу. Как выяснилось, юзеры, когда ждут почту, очень любят не полагаться на всякие технологии Kiwi в сокеты, а просто нажимать кнопку рефреша на этой странице. Так что нас очень сильно просили добавить кнопку обновить страницу, что мы и сделали собственно на всех версиях. Окей. Дальше. Чтение письма. Компонент, по сути, мало поменялся. Он изначально был довольно хорошо адаптирован. Нам все, что осталось сделать, спрятать лишние контролы под дропдаун или вырезать совсем. И все, в принципе. Написание письма стало сильно аскетичнее. Дело в том, что у нас используется очень сложный Vizivik-редактор. Как вы видите, очень много кнопок. Мы никак не могли забывать эту мобильную версию. Так что мы просто это вырезали. Письма на мобилке станут чуть беднее. И остальные ненужные кнопки мы спрятали в дропдаун, оставив только функции отправки письма. С адресной книгой получился классический такой пример. Самое заметное, что из поп-апа она у нас переехала в абсолютно отдельный экран. То, что пункты, которые раньше были в сайт-баре, переехали наверх в табы. И в хедере остались только самые главные кнопки. Это создание нового контакта группы и редирект назад в почту. Ну и также немного подредактировали кнопки на первом плане. Например, вот эта трубочка, этот звонок через VK-Tims по аналогии с открытием чата. Следующая история была уже реализована до нас в планшетном режиме Octavius, так что нам не пришлось ее делать, но она может пригодиться тем из вас, кто делает адаптацию в своих проектах. Дело в том, что, как мы понимаем, на мобильных устройствах нет мышки, так что нам нужно воспользоваться тач-ивентами. Это либо свайп, либо долгий тап обычно. Все, что хочу сказать, мы используем библиотеку Hammer.js. Используйте тоже. Это были четыре основные задачи, которые позволили нам по сути превратить почту в компонент SuperApp. И давайте подведем какие-то итоги. Во-первых, что мы поняли, два месяца это очень мало на самом деле, но мы в принципе большие молодцы. Мы реализовали весь функционал на десктопном приложении и большие участия на мобильном. Вообще сроки на самом деле в задаче диктовали самое большое ограничение. Если бы нас было больше, мы выбрали бы возможно наиболее правильный подход с нативной разработкой и наоборот, если бы у нас его не было совсем, может быть мы просто включили тач-почту с минимальным функционалом и пользуйтесь. Также нас очень выручила правильная архитектура. Я уже не раз говорил, что повезло, что у нас было реализовано одно, повезло, что было реализовано другое. Да, действительно, даже в такой не самой тривальной задачи мы ничего фундаментального не переделывали, только расширяли имеющиеся. Хочется лишний раз сказать большое спасибо причастным коллегам. Далее, адаптировать лучше заранее. Действительно, задачи по адаптации, как показывает практика, настигают всех рано или поздно и нужно быть к ним готовыми. Еще лучше прямо сейчас начинать проектировать новые компоненты под все вьюпорты. фичи флэгс это действительно топ. Огромную часть логики из этой задачи мы вынесли и много интерфейса мы спрятали именно по фичи флагам, и это позволяет нам, например, возвращать какой-то функционал, который мы не успели реализовать, на мобилке просто фичи флагам. Ну и да, веб-вью подходит не везде. Как я уже говорил, важный минус, что не поддерживает наше решение сейчас никакой работы с оффлайном. Так что, если бы у сотрудников заказчика постоянно пропадал интернет, нормально пользоваться почтой они бы не смогли. Нам пришлось бы делать что-нибудь другое, двигать сроки, урезать до MVP и делать нативную разработку, какие-нибудь сервис воркеры придумывать. В общем, такое. В итоге из этого можно вынести такие советы, которые могут показаться банальными, но нам на самом деле очень помогло, что мы учли все эти моменты. Нужно учитывать сроки. Действительно, хочется иногда сделать какое-то идеальное техническое решение, но потратить на него там больше времени, но не стоит забывать, что работа наша в итоге идет для бизнеса и обычно требование вывести какой-либо функционал как можно быстрее. Так что приходится искать какой-то компромисс. Нужно учитывать особенности архитектуры. Действительно, мы закоммитили сделать эту задачку за такой срок, потому что знали особенности наши. Тут можно перефразировать, что если вы сейчас разрабатываете архитектуру для какого-то нового проекта, возможно, невозможно, стоит больше времени уделить ее проектированию и попытаться предсказать, может быть, кейсы типа нашего. Ну и важно выбирать правильный инструмент. Опять-таки, это к теме выбора между WebView и альтернативными путями. То, что сработало у нас, может не сработать у вас. Инструментов много, постоянно появляются новые. Нужно знать плюсы и минусы, чтобы сделать правильный выбор. Но самая главная мудрость этой задачи сформулировал мотим лид в комментариях в джире. Главное, чтобы было не стыдно, но можно немножечко стыдно. Спасибо. Денис, классный доклад. Я думаю, ты всех так увлек своими красивыми скриншотами, что все почти уже забыли по тому, что у тебя был дедлайн два месяца, пока не появился слайд с итогами. Вот. Так, теперь можно задавать свои вопросы и лучшие вопросы зала будут награждены небольшим призом. Если у кого-то есть вопросы, надо просто поднять руку. Привет, Денис, меня зовут Николай. Вот я хотел бы такой вопрос спросить. Вот ты рассказываешь, что в принципе два месяца было, было много задач, а какая вот самая по-твоему была сложная задача среди всех, с чем можно столкнуться, когда используешь именно WebView в качестве решения интеграции сайтов в мобильное приложение? Ну, больше времени у нас заняло на самом деле адаптация под мобильные устройства, но сложнее всего, я думаю, разработать схему взаимодействия с Бриджом, с родительским приложением мультиплатформной, чтобы она поддерживала WebView на каждой платформе. Супер, спасибо. Привет, меня зовут Марина. Я хотела спросить, а есть же приложение почты, почему нельзя тот код взять? И он же вроде хорошо работает, приложение. Может быть, я что-то пропустила и ты об этом говорил? Да, как я говорил, на мобилках у нас есть этот суперап, суперап не до конца, то есть там часть сервисов есть внутри этого суперапа почты, но мессенджер, в котором, ну, большая часть рабочих коммуникаций идет, это все еще отдельное приложение, и на мобилках, ну, типа между двумя приложениями все еще нужно переключаться. И я говорил, что на десктопе у нас есть только приложение мессенджера, а все остальное, в принципе, только в вебе существует. Ответил? Да, собственно, я Андрей. Вот, у меня такой вопрос, вот там вы не показали, а что происходит со всякими вложениями вот в почте, типа документов там приложенных, вот как они масштабируются и как они открываются? Грубо говоря, какие форматы там поддерживаются? И, ну, грубо говоря, как это выглядит на разных устройствах? Да, аточи поддерживаются те же самые, что и в обычной почте, потому что у нас, по сути, обычная почта работает. Но в первой версии предпросмотр аточей это то, что нам пришлось убрать, и аточи просто скачиваются напрямую на компьютер. Привет, меня зовут Илья, спасибо за доклад, очень круто, очень интересно. Ты сказал, что вы используете WebView, и у вас нету оффлайна, но как же контроллеры для сервис-воркеров всяких на разных платформах, там, Android, iOS? Ну да, как я говорил, мы могли пойти через путь сервис-воркерами в самом конце, но у нас еще оставалась куча задач по в целом адаптации, чтобы почта нормально выглядела, функционировала. просто по срокам не успели, тогда, возможно, это хороший вариант. Я бы просто сказал, что как один из минусов обозначил отсутствие оффлайна, хотя технически его реально реализовать уже с нативными, так сказать, возможностями. Ну да, согласен, просто мы не успели. Здравствуйте, меня зовут Алексей Власов. У меня есть самый важный вопрос, как вы доставляете уведомления? По сути, в API не обладает такой, по-моему, технологией, и вам по-любому пришлось что-то придумывать в React Native, что-то, ну, прям вообще крутое, наверное. Не хочу разочаровать, но нет, мы ничего не придумали. С уведомлениями у нас сейчас, да, определенная проблема, и наработаем над этим и сейчас. В MVP нашем этого нет. Да, привет, меня зовут Алексей. Два вопроса, наверное. Первое, это то, я не знаю, ты как фронтендер, возможно, не знаешь. Сразу у них на него пошли. Сразу на любимую базаль, да? Эта история уже вставляется в iOS-приложение, там, веб. Как магазины на это смотрят, когда мы вставляем свой веб-контент, и он постоянно меняется в приложениях. И второй вопрос. Насколько я понимаю, вы два месяца занимались выпиливанием фич, то есть у вас куча фич была, да, вы накатили вот этот интерфейс фичи флагов, и у меня такой вопрос, как вы добиваетесь отсутствия связанности между фичами и между основным приложением, которое показывает эту фичу, то есть вы безболезненно отключаете фичи, и у вас приложение продолжает работать. Вот как вы добиваетесь вот этой отсутствия связанности между разными фичами? Такой вот вопрос. Ну, на первый вопрос я не очень знаю ответ скорее, но могу предположить, что это приложение, это же корпоративная история, могу предположить, что как-то его там довозят к клиенту, конечно. Вот. А касательно фичей, любой функционал перед выкаткой у нас тестируется очень подробно, и один из пунктов тестирования, чтобы интерфейс работал без этой фичи тоже. Поэтому мы покрываем тестирование очень плотно. Понятно. Спасибо. Давай еще пару вопросов. У нас в онлайне как раз пока их нет, поэтому есть возможность. Привет. Меня зовут Соня. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. А вы дальше будете продолжать развивать веб-вью или все-таки перейдете к нативной разработке? Насчет этих планов я пока не в курсе, но веб-вью пока поддерживаем. Нет желания переписать после такого количества костылей и фичевых флагов на флаттер снова все? Желания есть всегда, но были бы возможности. Денис, у нас море возможностей. Кажется, у тебя есть следующая задача. Да, Денис, пришло. Бесконечно рассказывать буду на конференциях об этом. Да, я с радостью буду их с тобой готовить. Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Михаил. Я хотел спросить по поводу пуш-уведомлений. Не успели просто потому, что не было такой потребности по бизнесу или не успели, потому что какие-то проблемы возникли. Просто, на мой взгляд, они могли реализоваться достаточно просто. Ну, как пробросы веб-вью и там уже коллбек на него. Это было не критично на самом первом этапе. Насколько я знаю, сейчас это задача в активной разработке, на самом деле. Понял, спасибо. Ну что, Денис, пора выбрать самый интересный, сложный, каверзный, не знаю, на твой вкус. Вопрос? Ну, мне понравилось, где унизили, что я не знаю ответа, что я фронтендер. Понятно. А у нас еще один вопрос. Ну, уже, сори, вне конкурса. Привет. и остальные сервисы существуют и остальные сервисы существуют только в качестве веб-приложений. Никакого десктопного клиента почты у нас не было никогда. В плане, есть же мейловская почта, которая mail super app. Ну, мобильная. Ну да. А я говорю про десктопную. Не, я говорю про мобильную. Почему вы именно в мобильные приложения интегрировали не нативные модули, а веб-вью? В качестве основы у нас должен быть мессенджер. И поэтому, да, теоретически мы могли, но, наверное, ради единообразия с десктопной разработкой сделали мобильную. Но нативное решение работало бы лучше и оно в целом готово, чтобы его интегрировать и решило бы проблему с оффлайном. Ну, насчет проблем с, насчет нативных решений я не в курсе, к сожалению. Как я говорил, задача пришла на создание, на интегрирование почты, и мы ее сделали. Ну, я понял, на вас все сбросили просто. Так, все, главное теперь вручить приз и не забыть. Так, о! Сеню? Хорош. Печеньки, занимайся? А, поняла, не могу отказать. Держи. Все, Юр, передаю слово тебе. Спасибо. Денис, спасибо. Спасибо.